В Мариел продолжается реализация программы по формированию комфортной городской среды. Напомню, что общественные территории будут благоустраиваться согласно пожеланиям местных жителей. Все инициативы по благоустройству на 2022 год жители Йошкар-Олы могут оставить на сайте администрации города до 18 февраля. Особенностью процедуры голосования в этом году станет запуск специальной общероссийской платформы. Зарегистрироваться на ней можно с помощью своего аккаунта на портале госуслуги. Теперь все заявки и предложения можно будет поддать централизованно. Все это максимально упростит участие граждан в жизни города и позволит при реализации проекта учитывать потребности всех групп населения. Мариинская столица давно и успешно участвует в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды. Благодаря выбору горожан в Йошкар-Оле уже улучшены 25 общественных территорий. Сейчас идет обсуждение проектов, которые будут приводиться в порядок в 2022 году. На общероссийской платформе голосование во всех субъектах страны пройдет в одно время – с 26 апреля по 30 мая. Уважаемые горожане, в этом году голосовать за общественные территории мы будем на общероссийской платформе. Все будет устроено максимально просто. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Отбор территорий через платформ может сформировать списки территорий на благоустройство, учитывая при этом потребности жителей. Дистанционное голосование – это быстро, просто и безопасно. От нашего с вами участия в голосовании зависит, в каком городе жить нам, нашим детям и внукам. Голосование займет несколько минут, а результатами мы будем пользоваться на протяжении долгих лет. Уважаемые горожане, будьте активны и неравнодушны. Участвуйте в голосовании за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Напомню, что на голосование выносятся только те проекты, которые поддержат наибольшее число горожан. Процедура, как и раньше, будет максимально открытой. А сейчас жителям города необходимо прислать свои предложения по благоустройству в мэрию столицы. Сделать это можно на сайте городской администрации до 18 февраля. Какие территории хотели бы благоустроить ежкаролинцы, выясняли мои коллеги. Сан-Батры, Петрова улица. Сложно сказать. Реконструировать, добавить, может быть, что-нибудь новое. Город сам по себе растет, расширяется. Постепенно районы все увеличиваются, обновляются. Вот тут закономерность своя. А краину? А почему? Ну, потому что там запущено все. Потому что там не благоустроено. Вообще-то в Сан-Батхей. Я гостья, но дети живут в Сан-Батхее, поэтому согласна с Сан-Батхей. Там дорогу по улице Петрова надо сделать и бульвар, чтобы был. Сан-Батхей. А почему? Чтобы красивее еще больше было. Наверное, ремзавод. А почему? Ну, потому что, мне кажется, там вообще нет места для досуга. Нет места для прогулок. Ботанический сад теперь тоже платный вход. И с детьми, по большому счету, прогуляться там негде. И, соответственно, молодежи посидеть, кроме как, по-моему, в разливайках. Заглянуть те, кто туда ходит. И, в общем-то, вот, наверное, поэтому. А в центре города, в принципе, все нас, я считаю, устраивает. Если смотреть на 10 лет, предположим, назад, да, где, когда вообще некуда было совсем сходить. Сейчас в центре вообще, по-моему, все очень хорошо. Ну, единственное, конечно, у нас беда дороги. А так в целом. И не хватает вообще, в принципе, в городе мест для маломобильных граждан. И для граждан с детьми. Ну, я вообще-то в Заминке, да, поэтому, скорее всего, захотела бы. Там надо обустроить? Что конкретно нужно? Обустроить, изменить, может, что-то добавить новое. Ну, изменить, это, естественно, дороги, которые ведут Знаменку. Чтобы обустроить. У нас, по-моему, так благоустройством занимается очень хорошо. Достаточно. Желательно, конечно, благоустраивать районы, которые находятся подальше от центра города, чтобы людям было приятно приезжать не только в центр города, отдыхать, развлекаться, но и ехать в свои районы, в свои дома, и чтобы им там было приятно, и гулять, и находиться. Вот. Я думаю, что это самое правильное.